вот смотрите думаю хоть который не загильзован я не знаю какой там котел напольный настенный конденсационный но дым порвали там мама не горю слева вы даже видите как вырос выросла сосулька еще и антенна наверно обледенела это вопрос времени когда это все разрушится впитает влагу и будет сыпаться я добрый день начинается процесс гильзования двух дымоходов для двух конденсационных котлов начата головок мы сняли обрезаем вот эти металлические которые были сделаны на стадии строительства застройщиком у нас котлы конденсационные для них есть специальные свои дымоходы вот они пластиковые такие 80 диаметр и будем гильзовать повторно дымоходы вон те два у них специальные свои оголовки усики опорные герметик процесс сейчас будем показывать значит трубы приготовили есть вот такие опоры усики до который к когда мы трубу засовываем шахту они сгибаются вот таким образом и не дают потом трубе вибрацию создавать шум скотчем обматываем трубу одну трубу к другой чтобы она не дай бог там у нас шахты не не разъединилась о том ее больше не достанем сейчас будем просовывать саша ты внизу принимай таким образом у нас получился с и сейчас дымоход 1 дымоход 2 чтобы что здесь происходит вот из внутренней части вот этой трубы происходит выброс отработанных газов а вот вокруг вокруг этой этого этой трубы происходит подсос кислорода принцип принцип коаксиальной трубы только не через стену на улицу а через кровлю в атмосферу так вроде бы все подготовили вот этот уже законченный элемент оголовок так сейчас мы его еще к вкладке прикрепим значит вот отсюда идет выброс отработанных газов пар а вот здесь смотрите вот здесь есть щели и отсюда поступает кислород в шахту для горения котла вот образец то есть еще раз вам повторю отсюда отработанные газы отсюда подсос кислорода в шахту как будет по-татарский якши так ребят околовки присвержены все зафиксировано прижато стоят красота забирать правильный дымоход и все будет работать вон там соседа дымоход немножко заболел так друзья что происходит значит у нас в котельной нас два конденсационных котла раз и два вот сейчас мы сверху опустили вот в этот уголок на уголок опорная планка уголок все надежно зафиксировано с уклоном в котел вот здесь сейчас уголок соединиться вот сюда и конденсат будет выходить из котла выглядеть это будет вот таким образом вот один уже готовый котел вот он здесь просто алюминиевый есть это в к это качестве и люк можно саморез открутить вытащить его какие-то манипуляции произвести и точно таком же порядке обратно собрать